В Лангипасе страницы социальных сетей запестрили сообщениями негодующих горожан. Местные жители пытались установить личность хозяев американского питбультерьера по кличке Маша и ее напарника неизвестной породы, которые, оказавшись на самовыгуле, начали вести себя настолько агрессивно, что свидетели собачьих драк всерьез испугались. Наша съемочная группа связалась с очевидцем, собака которого тоже пострадала в этой схватке. По словам девушки, она со своим питомцем выходила из подъезда, как на них в одну секунду налетели бойцовские псы. В то время, когда один вцепился в лапу, второй начал кусать противника за голову, шею и уши. Разнять эту драку в одиночку у женщины не получилось, соседи помогли. А боевые собаки отправились гулять по Лангипасу, пугая прохожих. Отыскать их полицейским помог зоозащитник Александр Демидов. Обиноват здесь хозяин. Почему? Первое. На самовыголе нельзя это допускать. Тем более, большая собака такая особенная, допустим. Во-вторых, допустим, на морде. Ну, нельзя вообще собаку, животное. И тем более, понятно, что они голодные. Они уже были не один день, не только вчера. Видимо, они уже несколько дней бегали. Потому что они ели, но они были очень голодные. Они и тут ели. Я их еще покормил в Волье, в РОВД покормил. Полицейские взяли агрессивных собак под стражу. Накормили, напоили и продолжили искать хозяев, а также тех, кто, возможно, пострадал во время встречи с боевыми четвероногими, которые по какой-то неведомой причине гуляли по городу сами по себе. Поступил ряд сообщений в дежурную часть полиции по ЛМД города Лангипасово по факту того, что одна собака была задушена другой особью. И один факт нападения на другую собаку. Были установлены две собаки, один кобелий и одна сучка, которые предположительно не являются бесхозными собаками. Были изъяты с общественных мест с целью недопущения противоправных деяний в отношении гражданских лиц. И временно помещены, значит, к нам. Первоначально, знаешь, водитель, собственник данных собак, будут опрошены по данному факту, после чего будет в соответствии со статьей 144-45 Уголовного профессионального кодекса принято решение. Прямо во время съемок этого репортажа объявился хозяин питбультерьера Маши. И вот как он объяснил этот собачий инцидент. Мы разгрузились, а там собаки к кобеле ходили, они с ними и не успели держать, она убегала. Потому что я всех собак к нему не подпускаю, потому что она правда стоит. А это первый раз, когда она так убегала? Да, да. Как удалось выяснить, если хозяева пострадавших собак напишут заявление в полицию, то владельцу Маши грозит наказание. Это может быть штраф, а может даже уголовная ответственность. За вторым боевым псом неизвестной породы никто так и не явился, и несмотря на его воинственный нрав, нашелся человек, который всерьез намерен его приютить. Валерия Ружицкая, Владимир Чебодаев. Наши города.